Святые Церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Поэтому частое обращение к ним – естественная потребность всякого христианина. В воскресенье, когда совершалось празднование Собора Всех Святых в земле российской просеявших, епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир совершил Божественную Литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Сеталово. Храмы России – одни из самых красивых в мире. Чтобы культовые сооружения могли столетиями восхищать народ, над их возведением во все времена кропотливо работали лучшие архитекторы, инженеры и живописцы. Храм Всеталово существовал в середине XVII века, но после революции здание церкви было разрушено до основания. Для восстановления исторической справедливости церковь возвели на прежнем месте, где она стояла больше полувека назад. Сегодня храм венчает золотоглавый купол с крестом, отражая лучи солнца и посылая их в каждый дом, в сердце каждого человека, укрепляя веру в светлое будущее, веру в единство и в Бога. Господь благословил нашу землю тем, что даровал нам много святых из числа русских людей. И Божья Матерь также возлюбила землю, наш народ, подарив на этой земле множество чудотворных икон для утешения русского народа. К нам в Россию приезжает много иностранцев. Все они в один голос говорят, что нигде нет такой церкви и такого благолепия в ней, как в России. Всем нравятся наши храмы, все любят их посещать. В русских святых мы чтим не только небесных покровителей нашего Отечества, но и откровения собственного духовного пути. Внимательно всматриваемся в их подвиги и стараемся с помощью Божией исправить собственную жизнь. Кто может нас разорить? Никто. Мы вместе являем собой огромную духовную силу, о которой мы даже часто не можем осознать, но тем не менее это так. И сегодня они вместе с нами. Мы их прославляем и молимся им, а они, прославляя Бога, молятся за нас. И верим, что их молитвами и мы достигнем Царствия Небесного. Аминь.